Встречайте участников в синий угол ринга боксер с острова Куба Эрис Ланди Савон Первый тяжелый вес весовая категория 191 кг И вот он, Эрис Ланди Савон, именитый кубинский боксер, идет в синий угол Чемпион мира 2017 года в Гамбурге На Олимпиаде в Рио сумел завоевать только бронзовую медаль Но на чемпионате мира победил Евгений Тищенко Олимпийского чемпионата И вот он, Эрис Ланди Савон И вот он, Эрис Ланди Савон И вот он, Эрис Ланди Савон Представитель знаменитой фамилии Династии даже В красный угол ринга встречайте боксера с бордой России Представляющего Краснодарский край и Республику Дагестан Муслим Гаджи Багамедов Молодой тяжеловес Муслим Гаджи Багамедов Ему всего 21 год Выходит противоопытнейшего кубинца Муслим Гаджи Багамедов Муслим чемпион мира минувшего Вот этого года Вернее, этого года в Якутске На чемпионате России В Харькове на чемпионате Европы По-моему, достался серебряные медали Мы в 15-м году, кстати, на чемпионате России Тоже был чемпионом, но в полудежелом весе Сейчас поднялся на категорию выше Высокий, худой Ура Представляем участников Боя весовой категории до 91 килограмма Синий угол ринга Боксеру 28 лет Рост 190 сантиметров Вес 90 килограммов 200 граммов Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Чемпион мира с кубой Эрис Ланди Савон Красный угол ринга Боксеру 21 год Рост 192 сантиметра Вес 89 килограммов 700 граммов Финалист чемпионата России Чемпион России Представляющий Краснодарский край И эрис Ланди Савон Дагестан Муслим Каджи-Магамедов Рефери Виталий Нигуленко Чеханцы не свыше девяносто одного человека справа и слева выбрасывался в удары легко муслима ставит сконтрил да и призывают муслима как раз быть рядом с соперником очень точно подвороток за сперчатками за Магомедову Савон не первый раз в Москве он приезжал сюда в составе команды Хубы в рамках всемирной жерии бокса ну так же еще матч третья, по-моему, была в России Бумба вновь два раз дергай на первой не клюет хорошо и тут же в корпус двойной джеб они плохо смотрятся муслим Гаджи Магомедов во всяком случае не тушуются перед именитым соперником а это очень важно в 21 год все ребята смелые для них, как правило, авторитет не существует смелые и голодные очень неплохо убедительно смотрится Гаджи Магомедов вот в этом первом раунде в дебюте боку на айтикап главное не терять это на страниц дальнейшем да, потому что Савон все-таки эта фамилия громкая но сам переслайд человек, которого можно побеждать я встал сверху вниз муслим ну так просто клуб на перчатке а вот теперь попали в Савон а вот теперь попали в Савон с открытым Савон в Савон опять такой неприятный джек у Савона вот этот право боковой и право прямой которые мы всем выбрасываем они очень хороши только если он бьет вот так не сильно замахивает где-то от плеча когда он от боковой удар начинает вот чуть-чуть щимофорить им тогда конечно Савон этим пользуется ну хороший раунд в исполнении муслима очень хороший все еще раз давайте похвалим нашего боксера не стушевался не просто не стушевался перед именитым соперником а просто обыграл его первого раунд секундант давай 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 сейчас сейчас здорово ушел от вот этих попыток раздергать Эдвард Эдвард из Савона на ногах 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 разрушил тело лаклата в область сердца пробился Гаджиамагамедов раздергивает Гаджиамагамедов и туже ушел на дистанцию Савон справа попадает и проложает давление на соперника хорошо сейчас ушел по головой так правого левого напастных ударов с завода и от оберкота уберемся молодец хорошо ушел вниз причем после этого уже по нему стоялась такая морская репутация что он очень неровный и иногда бывает просто ленивый но сейчас он уступает ранее чемпиона мира надо подтверждать свое реноме но показывает же Магомедов хороший стей бэк опять середина рука верите на правое внимание на зоне все время слоя живут не надо расслабляться не надо дергать дергать его все время надо дергать его и после шлоу работы слоя живут в матчевой встрече в россии куба обоих россиян обыграл салон сначала Ивана салон 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 но просто в Исландии он как раз такой яркий представитель кубинского бокса именно того экономного бокса иногда излишне экономного иногда он просто ленится что-то делать и несмотря на то что он выиграл чемпионат мира до этого ему не удалось побеждать ни на олимпиаде ни на олимпиаде то есть поэтому он да представляет этот династию но это вы не сказали что это великий боксер я соглашусь например тот же лакурс ух он ух 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 главное чтобы функционально не подсел наш боксер пока все у него получается очень даже неплохо Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok